Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Меня зовут Анастасия и сегодня темой для нашего разговора является автоматический обмен налоговой информации между Россией и странами СНГ. В последние месяцы среди граждан России стало популярно открывать счета и регистрировать компании в таких странах, как, например, Армения, Беларусь, Казахстан. Для многих предпринимателей эти юрисдикции являются стратегией для дальнейшего ведения бизнеса. Однако часто упускается из внимания, что в России в связи с наличием счета или участие в зарубежной компании у резидентов возникают обязанности перед налоговыми органами. Еще в марте 2020 года в России был ратифицирован протокол об обмене информации в электронном виде между странами-участницами СНГ. Целью является налоговое администрирование. Налоговые органы указанных стран получают информацию об открытых резидентами счетах автоматически, без дополнительных запросов. В случае неуведомления со стороны налогоплательщика об открытых зарубежных счетах или о движении денежных средств по этим счетам, налоговые органы самостоятельно получают необходимые данные. Далее владельцам зарубежных счетов и вкладов направляются требования о представлении уведомлений, а позже назначается штраф. Участников иностранных компаний и индивидуальных предпринимателей автоматический обмен также не обходят стороной. Фискальные органы, к примеру, получают сведения о доходах в виде дивидендов, роялти, доходах по деловым обязательствам, доходах от операций с ценными бумагами. Следует упомянуть, что хотя обмен налоговой информации между странами и является автоматическим, он не происходит на ежедневной основе. Собранные данные рассылаются странами-участницами протокола по окончании отчетного года в течение определенного периода. Многие полагают, что автоматический обмен информации приведет к двойному налогообложению. Однако следует помнить, что существуют налоговые соглашения, предполагающие защиту налогоплательщиков от переплаты налога. Так что же дает в таком случае автообмен? У резидентов вне зависимости от налоговых обязательств существуют обязанности по декларированию иностранных счетов и вкладов, обязанности отчитываться о движении денежных средств по данным счетам, а также существует обязанность по подаче уведомления об участии в иностранной организации и о контролируемых иностранных компаниях. Автоматический обмен позволяет налоговым органам отслеживать корректность заполнения декларации и находить расхождение в данных. Более подробную информацию по этой теме вы можете найти в других наших роликах на сайте, а также обратившись к нашим консультантам по телефону. Надеемся, что этот ролик был вам полезен. Специалисты компании Ервиста помогут вам в вопросах налогового планирования, а также в подготовке необходимых уведомлений и отчетов для налоговых органов.